Что это за херня? Кисловата, жидковата, что-то я начинаю уже совсем какой-то дичности. Вкус горелого хлеба, нет, нафиг, я не буду его ставить сюда, вот сюда, вот. Здравствуйте, друзья, канал зовут Лея Едальник, меня зовут Василий, и это вторая серия квасов. Во время первой серии я сказал, что 150 лайков будем, снимем вторую часть. Вы сделали 300 лайков, вообще хорошо ролик посмотрели, спасибо вам огромное за это, и мы делаем вторую часть. Вы писали много про Лицкий квас, купи Лицкий, попробуй Лицкий, ну нету в Красноярске Лицкого, или мы его не нашли, но мы были во всех практически магазинах, где он может быть, и нет Лицкого кваса. Извините, ну не продают у нас такое. Сибирь, матушка, она, она такая, знаете ли, Сибирь, матушка. Поэтому, что есть, чем богаты, тем и рады. А Яна, опять-таки, нет, потому что это квасной напиток, идите в жопу квасным напитком вместо квасных напитков. Сделан тупой четверг с ним, не переживайте. Давайте посмотрим, кто у нас сегодня. У нас сегодня красная цена, пятерочка. Делает для них это Вятич. Вятич делает пиво Трифон или Трифон, абсолютно омерзительное, вообще в рот сать надо за такое пиво. Вот как они делают квас, не знаю, сегодня узнаем. Стоит он самый дешевый, стоит 37 рублей. Мы посчитать за полтора литра, короче, чтобы не париться. Дальше, русский узор. Это сделано трехсосинским. Трехсосинский у нас был на прошлом обзоре со своей желтой бочкой, занял последнее место. В этот раз зашел с русским размером. Ну, хрен его знает, может, русский размер им более... А? Узор. А, может, размер, конечно. Ю-а-ю-а-ю, видишь ту звезду, все вот это дело. Ну, как тут не ошибиться, русские узоры, надеюсь, у них получается выписывать лучше, чем клепать желтые бочки. Стоит это 50... Ой, извините. Да, 50 рублей. Ну, что, не извините, 50 рублей это и стоит. Дальше наш местный... Ну, как местный? Это Зеленогорск, город Красноярского края. Они выпускают пиво зелен, и вот они выпускают квас, который называется Елисей. Елисей стоит 58 рубликов за полтора литра. Дальше. Очень хитровые типы. Мы не стали пересчитывать. Но, во-первых, они 1,35, а не полтора литра. Во-вторых, они называются белорусские. Белорусские. В-третьих, они из Новосибирска. А в-четвертых, это Балтика, блядь. Так что, квас от создателей Балтики-девятки. Стоит он у нас 63 рубля. Дальше вот вы заезжали с этим очаковским, очаковский, 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 очаковский. Никаке, сука, не было этого сраного очаковского. В последний день мы такие нашли, чуть не последнюю в Красноярске, бутылку этого чертового кваса. И купили. Надо полагать, делают его на очаково. Да, очаково. Пиво, кстати, очаково полное говно. Ну, не знаю, как насчет кваса. Стоит 67 рублей за полтора литра, а бутылка двухлитровая стоит 90. И последний, самый дорогой сегодняшний наш участник. Трапезный квас Яхант. Сука, ну что за это? Московская область, пивоваренная компания, МПК. МПК, те самые люди, я напомню, которые делают пиво Жигули, которое я люблю. Делают пиво хамовники. И, в общем, ну, довольно на фоне русского большого пивоварения неплохие мужики. Но вот самые дорогие, заразы, бутылочка вот такая обойдется в 93 рубля за 2 литра или 69 рублей за полтора. Ну, вообще, разброс небольшой. Вот тут все, в принципе, за 60 стоят. Самое, вот, единственное, кто выделяется, это красная цена, просто реально дешево. Ну, все, ухожу, разливают. Я прихожу, пробую, тут что-то бомблю, не бомблю. Посмотрим, как мазь пойдет. Ну, что, разлили. Давайте посмотрим, вот этот посветлее, как показало прошлое видео, что чем светлее, тем, в принципе, больше надежды на хороший вкус. Ну, давайте начнем с первого. Кисловата, жидковата. В принципе, есть вкус брожения, ну, неплохо, но не очень. Второй. О, нет, сейчас вот послевкусие такое хлебное, приятное. Вот второй чуть-чуть больше, похож на квас. Вот, хотя... Не, первый лучше, он кислее. Он кислее, вот этот вот хлебом отдает, очень приятно. Номер три. Вот хрен знает, он, с одной стороны, вот тоже отдает такой грушей, как вот тот квас был. Царские припасы, хороший был такой класс. Но, с другой стороны, он, по-моему, сладковат. Нет, пожалуй, лучше всех, все-таки. Пока. Давайте номер четыре. Вот не пахнет за дипом все ничем. Нет, вот этот пахнет хлебом, номер три. Номер один пахнет карамелью. Номер два. Ну, номер два, в принципе, тоже хлебом пахнет. Ладно, номер четыре. Чуть за херня. Ну, в принципе, нет, с другой стороны, в принципе, это квас. Это вот похоже на квас. Тут есть вот такой вкус кваса. Что-то я начинаю уже со всем какой-то дичности. Но это как не очень вкусно. Хотят здесь хлеб. Ладно, пусть будет вот сюда. Ну, спорно. Спорно. Вкус горелого хлеба. Нет, нафиг, я не буду его ставить сюда, вот сюда. Номер пять. Самый темный. Темность, как мы знаем, не признак качества. Ну, тоже неплохо, но ни о чем. Какой там, тоже какая-то карамель какая-то, не знаю. Тут и оставлю. И номер шесть, самый светлый. Кстати, он ничем не пахнет, а вот этот пахнет хлебом. Да, пахнет хлебом, а этот, ну, просто никак. Нет, это не первое место. Но это, наверное, третье место. Короче, вот так. Давайте посмотрим, кто где. Оп, расставили. Ну, честно говоря, никаких особых мега-сюрпризов нет. Но, хотя, кое-же на что обратить внимание можно. Пойдем с последнего. Русский узор. Ну, трехсосинский. В прошлый раз был на последнем месте, в этот раз тоже на последнем месте. Ничего интересного. Но это неплохой класс. Ну, как неплохой. Съедобный, непротивный. Ну, потянет, короче, этот класс. Но, брать я его не буду. Дальше. Балтика. Белорусский класс. Ну, какая-то херня, если честно. Вот у них вот что пиво, что квас, вообще нечего сказать. Ну, какая-то жидкость в стакане. Ну, блин. Вроде технически это квас, технически это пиво. Сказать, что вы мне налили молока или там, не знаю, наплевали в стакан, нельзя. Но брать это тоже, знаете ли, ну, такое. Дальше зелен. Опять налетят на меня по коньке зелена. Скажут, что это лучший квас на земле, но нет, это не лучший квас на земле, он пустоват. Пустоват, но он неплохой, в принципе. Дальше. Удивительно. Красная цена. Я ему поставил сюда, знаете, почему? Потому что он кислый. Да, он самый кислый из всех этих квасов, а я люблю квас покислее. Но он не фантастический, но нормальный, нормальный. Пить можно. Дальше. Очакова, ваш любимец. Очакова, в чем прикол Очакова? У него реально хлебное послевкусие. Выпил и как будто вот корочку какую-то пожевал. Это прикольно. Ну, а на первом месте Яхонт, МПК. Ребят, молодцы. Хорош, вкусный квас. Но, раз, схожи, царские припасы лучше. Вот из первого ролика, которые были, мне они понравились тогда больше. Они прямо сильно выделялись на фоне всех остальных квасов. Вот пробуешь и такой, о, это квас, а все остальное хер знает что. Здесь они все, в принципе, более-менее плюс-минус одинаковые. Ну, вот эти два, как бы, чухня какая-то. Остальное, ну, нормально, потянет. Но царские припасы, опять-таки, лучше. Вот такая история. Ставьте лайки. Не знаю, на следующий выпуск мы просто квасов в Красноярске не наберем. Ну, ладно, 500, давай 500 лайков и попробуем, попробуем найти. Плюс соцсети смотрим, подписываемся на канал. Естественно, комментарии оставляем. Что там еще? Спонсором становимся, если есть желание. Колокольчик, колокольчик! Все-таки к классу колокольчик подходит, я думаю, идеально. А я всех люблю, кроме некоторых. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok